Мэр города Владимир Панов провел сегодня встречу с предпринимателями Нижнего Новгорода. Главная тема упрощения взаимодействия власти и бизнеса. В частности, предприниматели теперь смогут подавать заявление на размещение объектов нестационарной торговли через многофункциональные центры. Сейчас, почитав регламент, есть такой пункт, указано, что нельзя размещать объекты вблизи остановочных комплексов в порядке 20 метров. Объект у нас, как наш проект следующего характера, мы хотели сделать правоустроенные умные остановки, совмещенные с нашими пекарнями, красивые, теплые, с Wi-Fi и так далее, но получается, что с этим регламентом оно не совместимо. Спасибо за предложение, оно правда интересно, потому что у нас выходили предприниматели, которые предлагали этот формат, и мы очень заинтересовались, потому что в Москве, мы видели, они сделали пилота, он выглядит очень симпатичным. Сегодня мое предложение было по развитию сбора опасных отходов у населения, что касается сбора лампочек ртутных, градусников и батарей. Спасибо, что это предлагаете. В моей очень искренней позиции максимально оказать содействие именно по приему отходов, которые имеют больше всяких классов, чем стихов. Поэтому, Алексей Николаевич, если вы с вами уже общались, тогда мы сейчас отдельно еще поставим задачу, по-моему, чтобы довести уже этот результат. Посещаю эту встречу с главой города уже второй раз. Считаю, что данный диалог очень актуален, очень необходим для действующих предпринимателей. Сейчас у нас уже практически проработано ТЗ по информационной системе, которую мы надеемся предложить предпринимателям по самым разным вопросам. Я думаю, что если будет желание и интерес, то мы отдельно, наверное, в обественном составе будем показывать уже Советы по поддержке предпринимательства ТЗ к этой информационной системе, чтобы посмотрели, какой функционал мы предлагаем. И, возможно, вы дополните, соответственно, эту информационную систему. Мы уже с точки зрения финансирования будем предлагать поддержать депутатам Городской думы уже в марте месяца. Отдельно мы сделали список всех ярмарок разных форматов в городе, это и также развитие нестационарной торговли по районам, то есть тоже у нас есть. И также мы приняли отдельно программу по поддержке предпринимательства на 19-20 годы.